Спасло от гибели чудо и внимательность соседей. В Нижнекамске 49-летний мужчина едва не сгорел в своей квартире. Огонь вспыхнул среди ночи. Пожарных вызвали жители нижнего этажа, которые, несмотря на поздний час, еще не легли спать. Но это возгорание было не единственным. Рамиль Шайдулин продолжит. Жизнь хозяина квартиры на пятом этаже спасло то, что соседи снизу в три часа ночи еще не спали. Почуяв запах гари, вызвали пожарных. Я был дома. Родители звали, кричали ему, чтобы упал сам. Но, походу, уже надышался. Потом приехали, вытащили пожарные уже. По словам соседей, мужчина любил выпить. Часто курил прямо в квартире. И предположили, что в тот день он нетрезвый уснул с непотушенной сигаретой. Пожарные также склоняются к этой версии. Огонь быстро перекинулся на обои и мебель. Комната выгорела почти полностью. Был обнаружен очаг к возгоранию, который оперативно быстро был ликвидирован. В результате пожара сгорел предметы. Мебели, кровать, диван, вещи. То есть на площади около 4 квадратных метров. Предварительной причиной пожара является неосторонность при курении данным гражданином в нетрезвом виде. Еще один пожар произошел в воскресенье около 6 часов вечера в доме номер 13А по улице Вахитова. Соседи увидели, как из окна одной из квартир идет дым и вызвали пожарных. Заявитель утверждал, что видит горение именно с окна квартиры. То есть пожарные подразделения выехали к месту вызова. На момент прибытия изъявились языки пламени. Именно в квартире установили автолестницу. И через автолестницу проникли в квартиру, где в ходе проведенной разведки было установлено, что именно очаг изгородие находится на кухне. Хозяев в доме в тот момент не было. О случившемся они узнали, когда вернулись с прогулки. Предварительная версия, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и короткое замыкание. Ромель Шайдулин, Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Вызыв 112.